Ну и нельзя не затронуть тему, которая действительно была самой главной темой всей прошлой недели. Это половина спасенных моряков с горящих в Черном море танкеров, которых выписали из больницы, они уже доставлены в Стамбул. Я напомню, что 21 января во время перевалки топлива, взрыв, ну а после пожар, произошел на двух судах в Черном море. Ну и 12 спасенных членов экипажей, горящих танкеров, были доставлены в Керченскую больницу 22 января еще. Мы сегодня пригласили гостя специального. Да, специальный гость у нас Облекимова Светлана Витальевна, заместитель начальника Центра Государственной инспекции по маломерным судам. Доброе утро. Вы понимаете, к чему мы клоним, какова у нас тематика. Действительно, события, которые в Керчи были, они сотрясли Крым, и не все люди знакомы с такими ситуациями, и что в них делать? Вот мы вас хотели спросить совета привечного. Во-первых, сейчас зимнее время, вода очень холодная, нужно не забывать, что долго в ней находиться нельзя, и по возможности нужно как можно быстрее выбраться из этой воды, из холодной. Также в Крыму еще бывает лед, хоть и мало, но он очень опасен, потому что может провалиться человек. Что делать в такой ситуации? Если ты провалился, пожалуйста. Сколько человек может находиться в холодной воде, ну скажем... Человек в холодной воде может находиться буквально несколько минут, потом он может замерзить. Замерзает, да. Потом человек замерзает, что очень опасно. Поэтому нужно обязательно взять себя в руки, не делать никаких резких движений. Чтобы выбраться из льда, нужно расставить как можно шире руки, и очень аккуратно навалиться грудью на льдину, на край льдины. Я правильно понимаю, что мы таким образом следуем элементарным законам физики. Чем больше площадь, тем меньше сила давления на точку. После нужно аккуратно вытащить правую ногу, попытаться на лед, затем левую, и перекатывающимися движениями отползать к тому месту, откуда вы пришли, и именно по тому же следу. Это именно крутиться получается, да? Да, вы сначала перекатываетесь, откатились на несколько метров аккуратно, спокойно, и поползли. Вставать не нужно. После, когда уже на метра 3-4 отползли от этой лунки, которая образовалась, скользящими движениями очень быстро двигаться к берегу. Первая помощь-то, нужно обязательно снять с себя всю эту мокрую одежду. Потому что она и холодит, да? Конечно, она. Можно замерзнуть и обморожение получить, так как вода холодная, воздух холодный, одежда холодная. Нужно обязательно снять эту одежду, одеть что-нибудь на себя сухое, тёплое питьё обязательно, можно укутаться в какое-то одеяло. А если с сухого ничего под рукой нет, но это же лучше, чем холодная, всё равно снять, мокрая, да? Да, конечно, лучше всё равно её снять. И вообще на лёд нельзя ходить по одному. Обязательно нужно идти группой, потому что можно случиться другое. Ну сколько таких случаев было, когда, допустим, опять же, там Ставок, да, допустим, может быть, в сельской местности, и поехали. Но когда ходят, это ещё полбеды, но вот при наших температурах, когда пытаются ездить на машине, вот по этим... Это вообще, особенно в Крыму этого делать ни в коем случае нельзя. У нас так не схватывается, да, я так понимаю, вообще? Нет, у нас так лёд не схватывается, это для Крыма очень большая редкость, потому что безопасная толщина льда – это вот 10 сантиметров. Зрительно тоже можно определить приблизительно толщину льда, то есть если цвет у льда голубой, значит он крепкий. Если лёд белый, то он уже в два раза тоньше, он опасен. Голубой должен быть, да? Да, он должен быть голубого цвета. Если лёд серый или там с желтоватым оттенком каким-то, то это опасно, лёд, на него вообще желательно не ходить. И также желательно не ходить, ну, не ходить на лёд, если притрушен снегом, потому что не видно ни трещинок, ничего. Ничего, да, тогда мы вообще в неизвестность. Ну вот, допустим, вижу я, что Саша тонет. Спасибо Бог. Ну, я надеюсь, что нет, но мало ли. Я пытаюсь тебя вытащить. Я такая неумеющая плавать, прыгнула, вытаскиваю. Что, как каи должна себя вести, как его? В первую очередь, я себя как-то тяну потом. А прыгать ни в коем случае нельзя. Во-первых, на лёд нужно идти опять с какой-нибудь палкой. С палкой или с каким-то предметом, которым прощупывается... Ну, ногой нельзя прощупывать лёд, ни в коем случае. Это нужно делать палкой. Иду и стучу, да, как слепой котёнок. Да, стучать. Если лёд не трещит, значит, туда можно ступить. Если вдруг вы увидели, что человек провалился под лёд, нужно найти какие угодно средства спасения. Это могут быть шерфы. Ну, если не оказалось там... Ты на палки кидаешь, да, чтобы потянуть на себя? Да. Шарф, одежду можно там связать как-нибудь. Ну, в канат какой. И бросается человеку. То есть аккуратно подходится к полыне в этой... А сама я за что буду в это время держаться? Ведь я же... Нет? Метра за три. До неё ближе к ней подходить нельзя. Метра за три вы подходите, ложитесь на живот. Подползаете аккуратно. Останавливаетесь в трёх метрах, и тогда только бросаете человеку средство спасения. И вытягиваете. Которое у вас с собой. Да, и его вытягиваете. Вы знаете, в принципе, такой вполне очевидный ответ. Но мы и наши корреспонденты провели исследование, скажем, целой группы. Да, мы спрашивали у горожан, как бы они себя вели, если бы увидели, что кто-то тонет. И что бы вы в этом случае делали? Давайте прямо сейчас посмотрим сюжет. Спасать, кидаться. Наверное, позвать кого-то, потому что я не умею плавать, я не прыгну. Вот в любом случае. Кидаюсь его спасать, я умею плавать. Ну, спасать, конечно. Смотря, в каком расстоянии он находится. Если он далеко находится, значит, может раздеться и плыть. А если поближе, можно доску бросить или что там, подручные средства, какие есть. Спасать сразу. Ну, спасать, а тут уже, как подскажет тебе твой ум. Лучше позвать на помощь, потому что я плавать не умею. Прыжать в воду, в штанах, конечно, конечно. Хотя я плохо плаваю, но все равно. В смысле, я прыгну, мы утонем вместе, но я позову окружающих, ну, помощь какую-то. Буду кричать, как минимум. Ну, смотря на каком расстоянии, так этим спасателем, наверное, должны заниматься. Да прыгать в воду, пока спасатели приедут, он два раза утонет. Ну, какое время года, вообще, как бы вызову МЧС. Ну, я бы тоже, как минимум, кричала, как максимум, сделала бы все, чтобы на этого человека обратили бы внимание. Светлана Витальевна, скажите, а как вы оцениваете ответы наших горожан? Правы они или нет? Ну, некоторые, да, были правы. Обязательно нужно позвать на помощь, как можно громче, чтобы люди услышали. Обязательно после спасения нужно сразу вызвать службы экстренные, которые окажут квалифицированную помощь. Это тоже обязательный. Вот. Так что... Так что все оказались почти у цели. Да, ну, видишь, кто-то говорит, что, а что, я плавать не умею, если я что-то буду делать, то оба погибнем. Скажите, пожалуйста, а отличается спасение, скажем, в пресноводных водоемах от спасательных операций на море? Там нет, спасательные операции не отличаются. Единственное, опять же, что лед на море безопасный, он от 15 сантиметров, и лед на море, он более опасен, потому что там течение, а нельзя вообще выходить там, где реки, где сильное течение, там очень опасно. Потому что здесь уже от тебя мало что зависит. То есть получается, что на море гораздо опаснее, и слой льда должен быть толще. Конечно, да. Я так полагаю, что в Крыму такие ситуации будут крайне редкие, когда море замерзает настолько. Да, это очень редкие у нас климатические условия, погода очень теплая, поэтому лед у нас бывает редко. Ну, бывает. Действительно, бывает редко, и погода крымская, она особенная. Я напомню, что у нас в гостях была Облекимова Светлана Витальевна, заместитель начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам. Мы сейчас говорили о погоде, и я предлагаю все-таки узнать, что же в ближайшие сутки ждет крымчан. Прямо сейчас из материала погоды.